То есть сейчас происходит это размежевание, выделение светского этнического национализма, и, соответственно, люди, которые пытаются сохранять то и другое, они сейчас попадают в достаточно сложную позицию. То есть если они в 90-е годы, допустим, эта позиция была совершенно нормальной, и никто другой позиции, собственно, не ожидал. То есть в 90-е годы мы практически не могли увидеть такое существо, как светский русский националист. Потому что любой националист был обязан был религиозно идентифицироваться. Либо как православные, это большинство было, либо еще небольшая часть как язычники. Но светский националист просто не существовал как существо. Сейчас совершенно неная ситуация, подчеркиваю. Язычники, они, конечно, остались, но думаю, что они исчерпали свой потенциал, то есть приращения языческих рядов их не будет. И вот то, что есть сейчас языческие какие-то группы, они так и останутся. То есть это мощным таким общенациональным движением не станет. Поэтому сейчас очень можно говорить о том, что появляется светский русский национализм, который, скорее всего, и будет на себя оттягивать основные силы. То есть вот этот православный этнический национализм, он с позиции главной, идейной позиции, он потихонечку сдвинулся на маргинальную позицию. Продолжение следует...